Привет всем! Вы на канале ТОПАРМИ. Мир спорта снова стал ареной геополитических противоречий, когда Международный Олимпийский Комитет, он же мог, принял решение исключить российских спортсменов из участия в Олимпийских играх 2024 года. Это решение вызвало не только бурные дискуссии в спортивном сообществе, но и привело к неожиданным дипломатическим ходам со стороны России. Вместо того, чтобы принять участь пассивно, Москва анонсировала проведение собственных ровных спортивных мероприятий, подчеркивая свою решимость и способность действовать в ответ на вызовы времен. Давайте рассмотрим эту историю, где спорт переплетается с политикой и решения на мировой арене принимаются с использованием спортивных шахматных ходов. Президент Российской Федерации Владимир Путин эффективно ответил на провокации со стороны Запада в отношении российских спортсменов. Западные страны и международные спортивные организации постоянно подчеркивают независимость спорта от политики. Однако в свете современной мировой обстановки такие заявления вызывают вопросы. Международный Олимпийский комитет фактически исключил российских спортсменов из участия в Олимпиаде 2024 года, в то время как в отношении Израиля не было принято никаких мер. Но ирония в том, что ни США, ни Израиль не были отстранены Олимпийских игр в связи с военными действиями в Афганистане, Ираке и других регионах. Ситуация с предстоящей Олимпиадой в Париже является примером двойных стандартов. Хотя формально мог разрешили участие некоторых российских спортсменов, это было только под нейтральным флагом и после выполнения ряда унизительных условий. По моему мнению, практически все российские спортсмены отказались соглашаться с этими требованиями. И Россия решила не принимать свою участь пассивно и вместо этого решила дать отпор своим оппонентам. Отмечу, что такой подход сработал. МОК заплатили за свои провокации. Путин и его команда действовали оперативно и последовательно, приняв реконтермер. Среди них анонсирование проведения двух крупных мероприятий. В июне запланированы игры БРИКС в Казани, где ожидается участие представителей более 30 стран мира. А в сентябре в Москве и Екатеринбурге пройдут всемирные игры дружбы, на которые намерены приехать спортсмены из 60 стран. По моим данным, чиновники из МОК и других спортивных организаций были раздражены новостями из Москвы и начали угрожать участникам этих мероприятий отстранениями от других соревнований. По моему мнению, это свидетельствует о том, что МОК осознал, что российские мероприятия могут подорвать его авторитет и показать его предвзятость. А как вы относитесь к реакции России на исключение российских спортсменов из участия в Олимпийских играх 2024 года и анонсированию проведения собственных спортивных мероприятий? Ваше мнение о текущей ситуации жду в комментариях под видео. Но на этом выпуске от канала ТОП-Арми, конечно же, не заканчивается. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо обязательно найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь всем. Пока-пока. Продолжение следует...